А чьи-то следы? Слышь, ты кто такой? Я? Новый 2021 год. Я ещё не наступил, но скоро приду. Ждите. Слушай, а ты не мог бы как-нибудь поскорее прийти, а то в 2020 он нас уже достал. Чем же он вам достал? Своими событиями. Я приготовил вам много интересного. Не уверен, что вы обрадуетесь. Послушай, а что в твоём мешке? Я расскажу тебе, если ты хочешь. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но я считаю действительно, что Новый год обещает нам не меньше проблем, чем уходящий. Поэтому не надо торопить уходящий год. Итак, давайте просто порассуждаем о том, какие же проблемы ждут нас в следующем году. И эти проблемы будут проистекать из того, что произошло в этом году. Ну, этот год мы все знаем как, во-первых, год пандемии, коронавируса и так далее, с которым столкнулся весь мир, всё человечество, во-первых. Во-вторых, значит, в нашей конкретно стране это конституция, ну и всякие вытекающие последствия, которые пока не разрешились. Весь мир, в принципе, ну как бы есть очень-очень сильно развитые страны, у которых демократия и которые говорят, что демократия это самый-самый лучший строй, самый прогрессивный. Поэтому люди там живут хорошо и прекрасно, и поэтому все должны жить именно так. Мир сталкивается вот с этой самой пандемией коронавируса, который, на секундочку, начался в Китае, в городе Ухань, да, мы все это помним. И что сделал Китай там? Ну, перекрыл границы там и так далее. Потом все это перекинулось на все остальные страны, все страны стали перекрывать границы, ужас, ужас, ужас. В результате выяснилось, что система здравоохранения в этих хваленых развитых странах оказалась не готова к пандемии. И в результате в самых развитых странах, там, скажем, ну, в Италии известны, так сказать, как бы самые вопиющие случаи, когда в Бергамо просто, ну, буквально врачи были вынуждены спички тянуть. Вот, кто, кого из пациентов подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а кого, ну, просто смертный приговор. Вот так. То есть, это страшное дело. На самом деле, и так было не только в Италии, в Испании тоже было. В хваленой Америке, значит, там ничего лучше не придумали, как просто уличные морги, вот, буквально в центральном парке и так далее. Ну, вообще ни в какие рамки не лезет. Вот. А что в Китае? А в Китае, значит, тоталитарная страна, социализм, значит, они сконцентрировали все усилия на борьбе с пандемией, очень жестко повели себя, значит, вели буквально военное положение, огородили вот этот Ухань полностью, там чуть ли не стреляли людей, которые пытались выйти. То есть, короче говоря, ну, скажи, подумаешь, там помрет миллион человек, ну и ладно. Вот. Тем не менее, значит, в результате Китай справился с пандемией лучше всех. Какие еще страны справились с пандемией лучше всех? Ну, Россия и еще лучше Белоруссия. Вот. В Белоруссии, так сказать, вообще долгое время не было ни одного случая коронавируса, в России тоже, в общем, сказать, ничего. Но это скорее было уже достижение наших управлений статистики, а не медицины. Вот. В Китае построили огромное число больниц и все справились. И по результатам смертность самая большая, где? В Америке на первом месте. Не в Китае, где население там сколько там, в пять раз больше, чем в Америке, а в Америке смертность выше. Что это говорит? Это говорит о том, что правительства не справились. И когда они начинают говорить, что вот, демократия-то самая лучшая, то, в общем-то, это уже как-то вот становится ха-ха-ха. А, вот. И уже население этих стран, в общем-то, видит, что развитых стран, что правительства-то, в общем-то, не справляются. Они, так сказать, не умеют, что ли, или еще что-то. И там протесты. Вот. Мы это уже видим и протесты, и вооруженные столкновения и в Америке, и во Франции, и в Германии. И правительства часто принимают абсолютно идиотские решения, ну, типа того, что комендантский час. Ну, ребята, на секундочку, вы что, действительно верите, что вирус только по ночам всех заражает? Вот. Ну и так далее. Ну, то есть, недовольство крайнее. И еще один момент. Смотрите, коронавирус, ну, практически никак не отражается на здоровье молодежи, а в первую очередь, ну, стариков, в общем-то. И молодежь говорит, ну, пусть старики и сидят на самоизоляции. Мы-то здесь при чем? Вот. И это тоже проблема, которая вот она вот-вот острая. И если раньше люди, когда, ну, хотели выразить свое недовольство, они выходили на улицы, сейчас они вынуждены сидеть по домам, значит, нет никакого выхода ни положительно, ни отрицательной энергии. То есть, ее, как бы, законсервировали, ну, взорвется она. И я предвижу, что будут волнения, будут отставки правительств, будут, ну, буквально революции и так далее, и так далее. То есть, будут очень серьезные волнения. Ну, казалось бы, нам-то что? Мы, нас это не должно касаться с одной стороны, но с другой стороны, ребята, давайте еще вспомним одно событие, которое прошло в Америке в уходящем году. Ну, это президентские выборы, на которых победили демократы. Чем отличаются демократы от республиканцев? Дело в том, что республиканцы говорят, что, слушайте, интерес Америки превыше всего, и давайте мы будем заботиться только об интересах Америки и в первую очередь ставить во главу угла интересы Америки. То есть, там, торговая война с Китаем, значит, там, ну, что-то еще, ну, какие-то вот свои интересы будем отстаивать. Демократы? Нет, демократы говорят, что у нас в стране все шикарно, у нас самая лучшая страна, и мы должны помочь другим странам тоже встать на путь демократии, поделиться вот этим счастьем. Причем, значит, если какие-то страны не хотят этого счастья, то, в общем, надо их заставить, причем любыми путями, там, включая военные. То есть, будут санкции, будут нажим, будут, в общем, отключения всякие и так далее, и так далее. То есть, ну, если Трамп боролся с северным потоком по коммерческим соображениям, чтобы брали американский газ, потому что, ну, он дороже, его не берут, поэтому его надо толкать насильно. Ну, а демократы будут говорить, что недемократично покупать у России газ, потому что Россия тоталитарная страна, и нужно топиться дружественным демократическим газом, хотя он на 30% дороже. Ну, как бы, хрен в рядке не слаще, но ждем санкций. Вот. Что еще я могу сказать по поводу, значит, последствий. Смотрите, страны, которые самые развитые, ну, прежде всего, Америка, она включила, как обычно, печатный станок, значит, пытается обесценить свою валюту. Вот. Потому что, ну, действительно, если деньги печатаются абсолютно необеспеченные, то их покупательная способность должна падать, но она не падает. Почему она не падает? Потому что они печатают мировую валюту, и весь мир в ужасе скупает эту валюту, и пока мир скупает валюту, можно печатать ее, в общем-то сказать, ну, пока мир скупает валюту. Когда-то это закончится, к чему это приведет? К росту цен. Ну, они уже, так сказать, готовы, они знают, что делать с ростом цен. Значит, если рост цен начнется, они начнут повышать ставку, и все будет нормально. То есть, рост цен подрастет, значит, запустится уже экономика, и все будет хорошо. Ну, а что же будет с теми, кто покупал эти доллары? Ну, в общем-то сказать, это уже их проблема, на самом деле. То есть, смотрите, опять вот эти развитые страны, скажем, Америка, она решает свои проблемы совершенно спокойно, печатанием долларов и раздачей этих долларов, ну, во-первых, своему населению, а во-вторых, весь мир скупает эти доллары, поэтому там инфляции пока не было, но она уже, кажется, началась. Что же касается нас, то, в общем-то, мы, рубль у нас не является резервной валютой, не является мировой валютой, поэтому, в общем-то сказать, наши власти говорят, ну, мы печатать их не будем, вот, а Америка печатала доллары и раздавала населению, Европа печатала евро и раздавала их своему населению, но не так много, поэтому евро относительно доллара вырос, а в России не печатали деньги вообще, так сказать, самое изящное решение, которое придумал Путин, он сказал, что для того, чтобы нация была здорова, тот же самый локдаун с сохранением зарплаты, но не за счет государства, а за счет работодателя. Очень изящно, очень очаровательно, и понятно, что никто, естественно, не собирался это исполнять из работодателей, ну, по крайней мере, из частников, вот, они либо позакрывались, либо и что-то еще, но, смотрите, в Европе недовольство правительствами, потому что правительство делает, ну, неуклюжие решения какие-то, и там действительно экономика тоже останавливается, и печатать-то долго нельзя, все равно придется когда-то работать, вот, а как работать, если, вот он Китай уже, в общем-то, всех забил. У нас то же самое, значит, вот эти вот действия тоже неуклюжие, они, ну, вряд ли способствуют повышению авторитета властей, и поэтому недовольство, оно обязательно выльется. Что еще я могу сказать по поводу России? Ну, давайте вспомним, смотрите, что происходит сейчас все чаще и чаще. Говорят, что эпоха Путина проходит, ну, во-первых, он снова теряет авторитет, во-вторых, он начал делать очевидные ляпы и ошибки, ну, просто видно, что он просто устал, просто устал, ему даже вот неинтересно, вот он на пресс-конференции, значит, там допускал какие-то оплошности. Сначала на встрече с комиссией по правам человека, там, когда он про Сафронова что-то там сказал, не в попад, сказали, что, ну, на пресс-конференции он скажет в попад, на пресс-конференции он то же самое повторил, то есть вообще ему похрену, что говорить уже. Вот, это первое. Второе, значит, ну, Соловей всякий говорит, что Путин тяжко болен и ему, в общем, сказать, это самое, ну, как бы скоро он уйдет. Вот, уйдет он или нет, я не знаю, но поправки к конституции, о чем это говорит? О том, что окружение Путина чувствует опасность, очень серьезную опасность. И вот эти поправки к конституции, они не о том, что обнуление сроков, а о том, что создание вот этого госсовета, это коллективный Путин, как бы, то есть немножечко перераспределение от президента к этому совету, который коллективный Путин, то есть силовиков будут назначать именно они, ключевых министров. Вот, и не забываем, что сейчас выборы в Госдуму, поэтому, значит, зажимают еще больше, значит, это сам прессуют вообще все. Поэтому, в общем-то, это тоже, я думаю, что выльется и выльется совсем ни во что хорошее не выльется. Ну, и давайте вспомним, что происходило в прошедшем году в Белоруссии, когда там были президентские выборы. Вы помните, что, значит, что сделал Лукашенко. Ну, классика. Всех кандидатов, которые, ну, более-менее были хотя бы, ну, хоть как-то угрожали ему, он либо не зарегистрировал, либо посадил в тюрьму. Ну, вот, полностью контроль, значит, над телевидением, но в результате все равно, в общем-то, так сказать, выборы, судя по всему, результаты были не очень. Поэтому просто взяли, значит, уничтожили все результаты, которые были, и объявили, что вот 81% проголосовали за него. Это вызвало дикие волнения, вы все их наблюдаете. И власть ответила репрессиями, что вызвало еще большее волнение. И у нас выборы в Государственную Думу. И власть пока, ну, примерно то же самое делает, что делал Лукашенко накануне президентских выборов. У нас думские выборы. Поставлена задача о том, чтобы Единая Россия сохранила конституционное большинство. И оно его сохранит, безусловно, потому что, ну как, сказано там, 75% за Единой Россией должно быть. Ну, столько и объявят. Я не думаю, что это удастся сделать без волнений. Вот так. Вот, ну, а чем все это кончится? Ну, смотрите, экономика разваливается, стагнация полная. Стагнация полная, называется стабилизет, стагнация. То же самое, что было при позднем Брежневе, когда уже, ну все, болото и так далее. Вот, тогда это называлось... Сейчас. А, стагнация так и называлась. Вот, то же самое у нас сейчас стабилизет на ходе, так сказать, как бы называется. Вот, мы отстаем от всего мира технологически полностью. Мир запускает какие-то спутники, осваивает космос. А наша станция каждый раз дает трещину у нас. Ракеты падают, Рогозин строит какие-то дома и так далее. Ну, то есть, все, что угодно, только, ну, ученые у нас объявляются иностранными агентами, шпиономания появляется и так далее. Ну, к чему это приведет? Это приведет к полному отставанию страны до тех пор, пока не будет серьезная встряска. Я думаю, я думаю, что эта встряска произойдет в грядущем году, поэтому я и говорю, что, ну, во-первых, счастье, оно должно быть выстрадано всегда. Да, то есть, просто так счастье не дается. Но я верю, что будет, и единственное, что я хочу пожелать вам в наступающем году, это... Любви. Только любовь нас спасет. Цените то, что у нас есть. Цените отношения, цените семью. Относитесь не так агрессивно ко всему, что происходит. Постарайтесь сохранить человеческое лицо, не... Не крушить все и вся, значит, с вилами не выходить. Надо постараться, чтобы все это произошло мирным путем. То есть, мирные какие-то, мирные абсолютно выступления, не провоцировать ничего, без агрессии. Я к этому призываю всех, и я призываю всех, конечно же, ну, кто хочет перемен, к объединению. Потому что я вот вижу сейчас, что есть разъединение, там, сторонники всякие ультралевые, там, Платошкина и Удальцова. Меня костерят, называют, там, кем только не это самое, Пукинцем, значит, там, и так далее, и так далее. Хотя, ну, это совсем не так, друзья мои, это совсем не так. Но эти ребята абсолютно агрессивные. Я, как бы, не с ними, с одной стороны, ну, как с ними объединиться, я вообще не представляю даже. Вот, то есть, это тоже те же самые демократы, которые хотят счастья для всех, и поэтому всех, кто не согласен быть счастливыми, они готовы уничтожить. К чертовой матери, и это, так сказать, как бы... Вот, все, кто останется, будут счастливы, по их мнению. Это будет не так. Это мы проходили в 1917 году. Когда ожидать самого большого, самых больших проблем, самого большого кризиса? Я не знаю. Если вдруг оправдается предсказание Соловья о том, что Путин вот в январе уйдет, ну, как это произойдет просто? Я думаю, что я об этом сниму отдельное видео, что будет в тот момент, когда вот возникнет, а это возникнет когда-то вот внезапно, какой-то кризис, понимаете, вот какой-то толчок, понимаете? Вот, что это будет? Это триггер называется, да, спусковой крючок так. Мы нажимаем только вот одной ручечкой на крючок, да, а, значит, там понеслось. Или там на кнопочку нажимаем, там пошел сигнал, и где-то взрывается здание буквально. Вот, то есть триггер, что такое. Поэтому какое-то событие произойдет, когда оно произойдет, никто не знает. Но когда давление внутри котла есть, и система находится вот в состоянии таком, что, ну, когда-то взорвется, оно когда-нибудь взорвется, когда точно, это неизвестно. К этому надо быть готовым, как к этому надо быть готовым. Я, давайте, постараюсь рассказать в отдельном видео. Ну, а что будет с рублем, что будет с долларом. Вот пока этого ничего не произойдет, с рублем ничего плохого не будет до этого самого момента. Почему? Потому что, ну, как я уже сказал, Россия не печатала рубли необеспеченные, нефть падала естественным образом, нам не надо было ничего делать. И у нас все прошло абсолютно естественным путем, поэтому падение в России относительно других стран не такое большое. Вот, а когда будет подъем, значит, то потребность нефти вырастет, и, в общем-то сказать, и в России все начнется, будет хорошо. Хорошо, я это повторяю, вакцины уже вот-вот созданы, уже начнут их колоть, снимать ограничения, но когда снимут ограничения, люди начнут выходить на улицы. Вот, как это будет, я просто не знаю, но пока, пока у нас будет вот, вот эта вот стабильность какая-то, вот какая-то поддерживаться, да, вот, которая внезапно, в один момент взорвется, ну, вот тогда будет вот так вот скачок, как на этом заработать, мы с вами об этом подумаем в отдельном видео, как я уже сказал. Вот, ну, а если нефть будет расти, то с рублем ничего не будет. Доллар, который печатался, он падает, что приведет к повышению цен долларовых во всем мире, ну, соответственно, они начнут расти, и цены начнут расти и в России тоже. Да, они уже начали расти, вы это видите. Путин сделал какую-то неуклюжую попытку восстановить рост цен на сахар и подсолнечное масло. Говорят, что подсолнечное масло подорожало в Америке сильно больше, но там это не так отражается на кошельках, потому что не такой большой процент от доходов люди отдают за продукты, вот, но рост цен не минуем. Ну, вот Владимир Левченко, я слышал у него совсем мрачные прогнозы, что цены на зерно вырастут раза в три-четыре, и, соответственно, в мире, ну, развитые страны это переживут, а вот в самые бедные страны там может быть буквально голод, и это потоки беженств и совершенно страшные, как бы, вещи. Но у нас, соответственно, если цены на продукты вырастут, скажем, в два раза за год, то тоже, в общем-то, при неизменной зарплате, но вряд ли это повысит рейтинг Путина, который уже и так подкачан. Вот такие перспективы, на мой взгляд. Если вы не согласны, напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Ну, и еще раз, любви, спокойствия и веры в будущее, веры в то, что разумных и хороших людей больше. Я тоже в это верю. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий.